К слову, еще одним ярким событием фестиваля стала презентация результата большой творческой работы Первоуральской студии анимации. За два года ее специалисты создали мультфильм, посвященный нашему городу. Так что именно акуловские чтения и стали площадкой предпремьерного показа мультипликационного фильма «Любовь и мотоциклы». События мультфильма «Любовь и мотоциклы» разворачиваются в 1930 году и, как уже нетрудно догадаться, в Вербете. В центре сюжета взаимоотношения между тремя персонажами – девушкой Машей, учительницей немецкого языка, ее женихом, советским инженером по имени Николай, и приезжим немцем Якобом. Между ними в мультфильме и образуется любовный треугольник. Весело работалось. Не могу сказать, что прям было очень легко. Сергей Инудинов обратился ко мне с предложением написать, я несколько сюжетов вообще представила, для цикла «Уральские байки». Ему очень понравился именно этот сюжет. Но надо сказать, что то, что мы сегодня увидели, это версия не окончательная, был вообще другой финал, просто его отрезали, он немножко такой сериальный получился. Я написала эту историю, отдала Сергею Сагидовичу, он принес на студию. Там началась работа уже режиссерская. Когда режиссер стала раскладывать это на кадры и так далее, она предложила еще какие-то вещи поменять. Я с удовольствием это сделала. Я позвонила в библиотеку Мамина Сибиряка, спросила, можем ли мы к вам приехать в гости. Мы приехали в город, ходили снова, вот ходили с режиссером, с аниматорами, с художниками. Ходили по городу, рисовали, фотографировали, смотрели, ну как-то вдыхали воздух, в атмосферу погружались. Изначально планировалось, что мультфильм будет рассказывать о создании первого мотоцикла. Но в конечном счете повествование получилось больше о любви. А вот достоверных исторических фактов здесь искать не стоит. Была ли интересна тема? Конечно, я почему и выбрала Ирбит. Ирбит я выбрала, потому что я приезжала сюда как представитель журнала «Урал» и подружилась очень с сотрудниками этой библиотеки. Мне это люди, очень преданные городу Ирбит, много рассказывали о том, как у вас каждый день города схлопывается еще один дом, еще один дом, ушел, ушел, ушел. А я человек очень впечатлительный, я подумала, так надо же как-то помочь, как я могу, денег у меня нет таких. Значит, надо просто привлекать внимание к теме. И поэтому, когда мне предложил Сергей какие-то сюжеты, я подумала, ну конечно надо писать про Ирбит, естественно, потому что вот сердце мое отчасти принадлежит и ему тоже. Как отмечает Надежда Колтышева, Ирбит насыщенный на интересные исторические факты город. А потому, кто знает, возможно в будущем про наш город будет снят еще не один и даже не два фильма или мультфильма. Там же вот эта история, она рассказана очень быстро, 4 минуты. А ведь там столько за кулисами осталось, потом сколько можно снимать про ваши мотоциклы, про наши мотоциклы, конечно. Про этот дом Зязина, про его, про привидения. Там много всего было, там все это вырезали, у меня привидение ходило, все, что мне рассказывали, я все добросовестно зафиксировала. И поэтому, как, это говорю, с Первоуральской студией надо разговаривать, студией анимации. Если будет такая потребность, если будут средства, я бы прям вот только про один дом снимала несколько серий.